2 братья название темы тема называется правила по арабски правила как будет добавить вынесение постановление постановление то что хуком в отношении тех кто противоречит сумме в отношении тех кто противоречит сумме на самом деле братья эта тема намного шире той темы который мы разбирать на наших уроках так как под правилами вынесение постановления хуком в отношении тех кто противоречит сумме подразумевается правило вынесения постановления в отношении общих масс людей будь то постановление о том что какая-то личность является приверженцем новшеств или нечестивцам или неверующим или о том что какая-то группа является заблудшей то есть у нас значит ахкам и постановление выносятся как в отношении личности так и в отношении группы людей которые объединились вокруг чего-то но мы барак лауфик ум ограничимся частью этой большой темы а это правило выведения людей сальфи что касается правил такфира то аль-хамду-ля урок у нас давно существует и тот кому это интересно пусть наберет в интернете в поисковике правила такфира и запишет 13 оба махамад барак лауфик мы лишь идет на сайт ту ислам там аль-хамду-ля в четырех или в пяти уроках файлах разбирается эта тема подробно то есть эти правила о которых мы будем говорить через которые мы узнаем является ли определенной личность приверженцем сунны или же она выходит за ее рамки мы же знаем барак лауфикум для того чтобы человек стал мусульманом он что должен сказать засвидействовать о том что нет никого достойного поклонения кроме аллаха и то что мухаммад салаллаху алисалям являются его посланником и потом обязать себя пятью столбами и потом потихоньку 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 входить в религию ислам барак лауфикум вот точно также брать есть правило то есть когда мы говорим человек этот человек приверженцев приверженец сунны или же является приветствовать нововведение нет сомнений в том что все это нуждается братья в знаниях всегда слово знание 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 братья пускай будет у вас начеку а до того как добраться до этой темы человеку числа требующих знаний надо пересечь несколько остановок первая остановка это остановка на разборе значение термин сальфи то есть как ты можешь судить о человеке от с HTML или нет если ты вообще не знаешь что такое салфи как ты можешь судить о человековом приверженность суне нет если понятия не имеет что такое быть привержен сам сунный то есть нам надо понять что такой сальфия слова салфия братья взят от арабское слово саллер салфе или же салеп салф он предшественники salad предшествовать сада фунток предшественники и саляфит это тот кто приписывает себя к этим предшественникам то есть следует за этими предшественники а кто подразумевается под словом предшественники подразумевается в первую очередь пророк салаллаху алейхи вассалям его сподвижники таби ины то есть табина это ученики сподвижников и таби тарины ученики табина вот Если человек старается следовать за ними, то он сольфит. То есть сольфит это не группировка, это не секта, это не партия, это просто образ жизни. Аллах Алим, если можно, мирской пример привести. Вегетарианцы, человек, знать, не знать ни одного вегетарианца, но при этом сам не ест мясо. Мы сейчас не говорим, это дозвольно, недозвольно, мы не об этом сейчас говорим, а просто. Что вот вегетарианство, это что такое? Просто образ жизни, правильно? Просто образ жизни. Разве можно говорить про вегетарианца, допустим, что вот он к какой-то партии относится, партии? Нет, таких партий нет. Понятно, да? Этих предшественников Всевышний Аллах спонталя похвалил в своей книге. И поэтому мы должны следовать за ними. Мы часто приводим пример Баракалуфикум, говорим, представь, что ты студент в университете. Или студент, который хочет поступить в университет. И ты стоишь в очереди студентов, которые по одному заходят в класс, и выходит студент, и ты спрашиваешь, что тебя спросили? Он говорит, спросили 4 плюс 4, 2 плюс 2. И что ты сказал? Сказал 4. И что тебе поставили? Пятерку. Ты думаешь, если мне так же спросят, я точно так же отвечу, правильно? И заходит второй человек, выходит, ты так же спрашиваешь, о чем тебя спросили? 2 плюс 2. И что ты ответил? 4. И что тебе поставили? Пятерку. Потом ты захочешь, тебе задают вопрос 2 плюс 2, ты говоришь 4, уже уверенно. Потому что у тебя есть кто? Предшественники, которые предшествовали тебе и вышли с пятеркой. И ты говоришь 4, и тебе говорят 5. И ты говоришь, альхамдулилла, что я последовал за этими предшественниками. И после тебя стоит они парень, чего я как все за всеми должен повторять? Что мне? Аллах разумом наделил. Надо быть рационалистом, не надо вот таким вот быть там, за кем-то слепого следовать. И заходишь 2 плюс 2, 5. 2 тебе. Да, вы сами не разбираетесь, вы ходите. Всевышний Аллах говорит. Аллах доволен. Пятерка. Доволен. Пятерка. Первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных. И теми доволен, кто последовал строго за ними. Как мы сказали, первую пятерку получил, второй строго последовал, третий строго, а четвертый не последовал за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. Также их похвалил пророк салаллаху алейхи и ассалям и сказал, лучшие люди мое поколение. А потом те, которые идут после них, а потом те, которые идут после них. Это хадис передали в Бухаре Мусс. Это и есть саляфы. То есть кто? Праведные предшественники, в которые сказано в Куране Суньи Проксалсам. И о них нам Всевышний Аллах сообщил, что они преуспели пятерку получить. Для того, чтобы человек считался из числа праведных предшественников, братья, в нем должны быть объединены два качества. Время и описание. Еще раз повторю. Для того, чтобы человек считался из числа праведных предшественников, в нем должны быть объединены два качества. Время и описание. Если эти два качества в нем есть, значит я могу за ним следовать. Время это первые три поколения. То есть поколение пророка из-подвижников. Поколение следующее, это табилины называется. Это ученики из-подвижников. И последнее, третье поколение это ученики, ученики из-подвижников. А писание же барак луфекум, это сподвижники, табилины и их последователи. То есть это время и это описание. Поэтому братья, саляфит, это тот, кто приписывает себя к этим предшественникам, относит себя, даже не приписывает, правильно сказать, а относит себя к этим предшественникам, следуя по их пути. То есть как относить себя к этим трем поколениям, то есть следуя по их пути. Термин саляфит, в отличие от термина салев, не ограничено временем, а ограничивается только описанием. Понятно? Это очень важно. Значит, чтобы человека, есть у вас слово салев, предшественники, и есть саляфит, тот, кто следует за предшественника. Чтобы человек был салевом, предшественником, за которым нам надо следовать, в нем должно быть два качества. Это что? Время и описание. Время и описание. Время, чтобы это было время пророка-сподвижника, время табиина, время таби-табиинов. Описание, чтобы это были пророк-сподвижники, табиин, таби-табиина. Что касается саляфита, или по-арабски изучить саляфиюн то есть тот кто следует за последователем то бар калауфикум от него требуется только одно качество 2 то есть второе условие это описание чтобы он был тем кто следует за пророком с подвижниками табиин этапе табиин даже если он живет в конце света даже если он живет перед концом света даже если он живет перед концом света бар и клубик исходя из вышесказанного не достаточно говорить о том что саляфит это тот кто опирается на куран и сумму даже если это является основой ведь Аллах послал посланник аллах с кураном и суммы это было достаточно в отношении салифов но не является достаточно в отношении тех кто приписывает себя к саляфи поэтому для того чтобы человек был саляфи там он должен быть тем кто опирается на куран и сунну идет по пути праведных предшественников в понимании этих двух источников значит просто курана и сунны недостаточно что должно быть куран и сунна понимание пророка сподвижников табиина в таби табиина барак лофик если ты поймешь это брат то ты не заблудишься а если ты это не поймешь что ты заблудишься как те течение которые оставили понимание и путь праведных предшественников и начали опираться исключительно на свое понимание курана и сунну и если ты спросишь откуда ты взял это условие ты спросишь откуда ты взял условие что надо понимать куран и сунну так как понимали ее первые эти три поколения ответом на это будет барак лофик у мхади который передал ирбат ибну сария рады и аллаху англ в котором он рассказал однажды пророк саллаху алейхи вассалям обратился к нам с увещеванием от которого сердца наши испытали страх а из глаз потекли слезы и мы сказали о посланник аллаха это похоже на увещевание прощающего так дальше нам наставление он сказал я завещаю вам бояться аллаха всемогущего на велик слушайтесь и повинуйтесь вашим правителем даже если повелевать вами будет раб поистине тот из вас кто проживет долго увидит множество разногласий увидит множество разогласий то есть проксал сам сказал сподвижникам о том что разногласия уже начнутся при жизни то есть уже при их жизни появятся те люди которые не будут понимать в Куран Сунду, так вы понимали ее в сподвижнике пророка, салаллаху, алейхи и ассалям. И поистине тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий. Поэтому вам следует придерживаться, то есть он сказал о болезни, теперь о лекарстве сообщил. Поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это коренными зубами и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение с заблуждением. То есть в этом хадисе посланник Аллаха, салаллаху, алейхи и ассалям, рассказал о той болезни, которая постигнет эту общину. А это раскол, разногласия. И также рассказал о лекарстве от этой болезни. Болезнь, раскол, лекарство, возвращение к тому, на чем был пророк, салаллаху и его сподвижники, во главе которых стояли праведные халифы. И в конце хадиса указали на то, что оставление этой основы является причиной появления новшеств в религии. Оставление какой основы понимания Курана и Сунны, так как понимали ее праведные предшественники. Также одним из доводов являлся хадис, которым посланник Аллаха, салаллаху, алейхи и ассалям, сказал, поистине моя община разделится на 73 течения, и все окажутся в аду, кроме одной. То есть в 70 угроза, в 70 угроза попасть в ад, кроме одной. А это аль-джама. В другой версии сообщается, что когда его спросили, а кто они? То есть кто это джама? Пророк Савалов сам сказал, те, которые следуют за тем, на чем был я, те, которые следуют за тем, на чем сегодня я и мои сподвижники. Это, братья, и есть саляфи. Это и есть путь предшественников. Это и есть образ жизни. Это и есть образ жизни мусульманина. То есть в вопросах религии понимай Коран и Сунну, братья, так, как понимали ее праведные причастники. Что касается мирского, пользуешься ты Самсунгом, пользуешься ты айфоном, пользуешься ты другим каким-то телефоном, пользуешься ты таким, ездишь на таком автобеле, на таком, одеваешь такую одежду, живешь так. Братья, все это считается дозволенным. В этих вещах, баракулуфикум, Всевышний Аллах сказал, Он тот, кто создал для вас все, что на земле. Пользуйся благами, которые создал для нас Всевышний Аллах, пользуйся технологиями, которым Всевышний Аллах научил людей, будь это верующие или неверующие люди. Никто тебе это не запрещает, никто тебе не приказывает ездить на ослах, как это делали праведные предшественники. Нет, мы говорим об образе жизни в каком вопросе? В вопросе исключительно религии. Что же касается быта, мирских вопросов, баракулуфикум, пользуйся всеми благами, кроме того, что запретил себе Всевышний Аллах, и если сравнить то, что дозволено, с тем, что запрещено, то капля моря, если сказать это, и то много будет баракулуфикум. Исходя из вышесказанного, мы узнали о том, кто является саляфитом. Саляфит, значит, это тот, кто придерживается Куран и Сунны и пути праведных предшественников в лице пророков, с подвижников, табиинов и их последователей, и в понимании этих двух источников. В понимании этих двух источников Аллаху Аля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok